Привет друзья! Сегодня у нас на обзоре вакуумный упаковщик с Алиэкспресс. Это незаменимый помощник на любой кухне и прекрасный подарок любимой супруге. Некоторые из вас спросят, а какое имеет отношение данный упаковщик к тематике моего канала? Самое прямое, друзья, потому что данный упаковщик также можно использовать для нужд 3D печати. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас мы его рассмотрим в качестве кухонного инструмента для упаковки продуктов. На Алиэкспресс достаточно много таких девайсов, но свой выбор я остановил на этой компании. Внешний вид мне очень понравился, особенно его дизайн. Такая геометрия точно не испортит интерьер вашей кухни. При этом хочу обратить внимание, что никаких люфтов нет, пластик достаточно добротный. Мощность этого девайса составляет 130 Вт, и этого более чем достаточно. Здесь у нас есть прорезиненные ножки, очень удобные и красивые защелки и 5 функциональных кнопок. Это у нас сухой-мокрый, кнопка на высасывание воздуха. Это универсальная кнопка, она и высасывает одновременно воздух, и после этого сразу запаковывает. Четвертая кнопка – запаковка. Ну и пятая – это стоп. Внутри у нас также все грамотно сделано. Есть специальная изоляция. Здесь у нас нагревательный элемент. Также в комплекте идет специальный шланг, для того, чтобы откачивать воздух, например, у той же бутылки с вином. Вставляется он в специальное гнездо, после чего нажимаем на кнопку. Кстати, вакуумный насос работает достаточно эффективно. На сайте производителя есть специальная вакуумная посуда с крышками, именно под эту трубочку, для того, чтобы упаковывать салаты или какие-нибудь другие продукты. В комплекте с данным упаковщиком идет небольшой набор специальных пакетов. Но так как я люблю свою супругу, то, соответственно, я решил и купить целый набор таких пакетов с разными размерами, начиная от 12 и заканчивая 30 сантиметрами. Вот такой 30 сантиметровый ценный пакет длиной 5 метров. То есть мы отрезаем нужное количество, запаковываем с одной стороны, вкладываем еду, откачиваем воздух и запаковываем. Как вы уже заметили, фактура упаковщика рыхленая. Благодаря этому мы получаем качественную вакуумизацию. А теперь, уважаемые друзья, переходим к практике. И запакуем вот такую вкусную курагу. Берем самый маленький пакетик и забрасываем нашу курагу. Сам процесс достаточно простой. Упираем пакет в специальные стопоры. Накрываем крышкой до щелчка. И нажимаем среднюю кнопку. Обратите внимание, как быстро происходит процесс. Сбоку нажимаем на защелочки. И открываем. И вот чудо, друзья, у нас все запаковалось просто идеально. Нигде пропусков нет, воздух не подсасывает. Курага запакована превосходно. Конечно же, преимущество вакуумной упаковке перед обычными очевидно. Из-за отсутствия доступа кислорода продукты сохраняются намного дольше. А теперь самое интересное. Как же использовать данный вакуумный упаковщик для 3D печати? После каждой 3D печати нашу бобину с пластиком обязательно нужно изолировать от внешней среды. Иначе пластик может набрать много влаги. Из-за чего качество печати ухудшится. Вот, друзья, два примера печати. С правой стороны у нас непросушенный пластик. С левой стороны у нас просушенный пластик. Я думаю, разница видна невооруженным взглядом. Конечно, бобину можно спрятать в обычный пакет с замком. Но, как показала практика, даже в таком пакете пластик все равно немного набирает влагу. Поэтому для упаковки мы будем использовать наш прекрасный вакуумизатор. Берем самый большой пакет на 30 см. Примеряем его с обоих сторон. И отрезаем. Как вы уже заметили, он сделан в виде рукава. Соответственно, одну сторону нам нужно запаковать. Вставляем в защёлки. И нажимаем запаковку. И вот, друзья, мы запаковали даже вот такой вот огромный 30 см пакет. 30 см это ширина его. Теперь в этот пакет мы вкладываем нашу просушенную бобину пластика. Кстати, просушиваю данный пластик я во время печати. Так как печать происходит где-то в течение 12 часов, то за это время пластик полностью высыхает. Также сюда мы можем добросить пакетик силикогелем. Закрываем. И нажимаем вакуум сел. Сейчас идёт процесс запайки. И вот, друзья, мы получили идеально запакованную бобину. С таким пластиком, естественно, ничего не произойдёт. Он будет храниться достаточно долго. При этом будет оставаться постоянно сухим. А значит, и качество печати у нас будет просто великолепное. Сейчас моя супруга шутит надо мной, что я купил этот вакуумизатор именно для себя как подарок, а не для неё. Но, как видите, друзья, такой незаменимый помощник полезен не только на кухне, но и в 3D печати. Ссылочку на замечательный девайс скину под видео в описании, а также на набор всех видов пакетов. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Я старался для вас. До новых встреч. Пока, друзья.